Ребятки, приветствую вас в прекрасном Ростове-на-Дону И давайте сразу к делу Помните тот автодом Капля, прицеп 950 тысяч рублей Мы тогда подумали, недорого, дешевле миллиона Но как вам Вот такой вариант 305 тысяч рублей Сделано в России Да вообще, как так? 305 тысяч? Выглядит-то классно И то же самое, прицеп Капля Что к чему, обзор, поехали Так, сейчас, секунду Не, не, пока не смотрите Сейчас мы вам все покажем Да, внутри классно Вот так Значит, перед нами прицеп автодом Капля Который называется Фисташка Фисташка-трейлер Но на самом деле, многие в России, кто любит автодома Уже прекрасно знают, что это такое И знают, что такое Фисташка Длина этого модуля 268 сантиметров Вместе вот со всем вот этим Вот, ну, многим этот габарит важен Длина 361 сантиметра Высота 175 сантиметров А вес, в зависимости от модели 430-550 килограммов И здесь нужна классная демонстрация Его можно передвигать Одной рукой Мы когда его сюда привезли Он стоял вот там До сюда он доехал своим ходом рукой Просто вот сюда прикатили Но теперь самые интересные факты Что еще за Фисташка-трейлер Который сделан в Ростове-на-Дону О котором многие из вас только сейчас узнали И который, между прочим, отлично продается Заходим на сайт Стильный мини-дом для путешествий Несмотря на свои габариты Фисташка-трейлер Это комфортный, светлый и прочный дом на колесах И дальше, вы знаете, рассказывать о компании не будем Потому что ребята, которые это все придумали Молодые ребята из Челябинска Вот они стоят вон там за нами Мы сегодня с ними поговорим И они расскажут вообще, как так получилось Как они из Челябинска приехали в Ростов-на-Дону И здесь делают крутые трейлеры Так, теперь еще более интересно и важно Из чего все это дело за 305 тысяч рублей сделано Это у нас оцинкованный лист с полимерным окрашиванием Как говорят ребята, которые делают этот трейлер Оболочка эта не разрушается под воздействием воды и солнца Дальше, это деревянные поверхности Вот эти вот Они все отшлифованы и покрыты лаком Абсолютно все Никаких заусенец Все вот идеально практически ровно Блин, за 305 тысяч рублей По цене двух айфонов Вам тут каждую дощечку отшлифовали А стены, пол и потолок Все утеплено Вот конкретные цифры Но, если вы хотите пользоваться этим зимой Это официально можно делать Ставится отопитель, который, кстати Сейчас работает 4,5 киловатта То есть там внутри, в домике будет тепло Даже когда на улице минусовая температура Так, еще пишут про герметичную конструкцию соединений Конечно, интересно поразглядывать вот эти все стыки Потому что на этом обычно и сыпятся Да, так сказать, вспомним некоторые автомобили Вот эти все стыки, как говорят, они герметичны Защищены от сильного дождя и также от мойки под давлением То есть можно привезти официально на мойку Керхером прям вырубить и все будет нормально И также самый-самый важный факт вот нашел Поставить трейлер на учет и получить госномер На него, это же важно, да? Можно в общем порядке в любом отделении ГИБДД Так, смотрим, что по кругу Здесь у нас, повторимся, шумит отопитель Это подвод воды, чистой воды Тут у нас два бака по 32 литра Зачем так много? Открываем здесь, выносной душ То есть тыкается шланг Встаете здесь и можно принимать душ Ну в море, в черном искупались Вышли, спокойно ополоснулись Пожалуйста, очень удобно Это у нас топливо Здесь у нас бак 6 литров дизеля для отопителя Идем дальше Колеса, это у нас... Сейчас кран едет в секунду Так вот, колеса Колеса в базе идут 13 дюйм То есть поменьше Это у нас такая более-менее уже серьезная резина Можно поставить прям внедорожную резину Это на ваше усмотрение Но конкретно этот дом на колесах Скоро уезжает заказчик Он захотел колеса побольше Фонарик вот здесь вот Вентиляция внутри Очень свежо То есть в принципе можно закрыть все двери Когда вы здесь ночуете Открыть окошки И здесь вентилятор Даже теплый воздух идет Отопитель включили Аккумулятор-то есть? Свой? Не нужно к машине подрубать питание Значит, американского автодома такого не было Смотрите сюда Опа! Ящик! Там образовалось какое-то свободное пространство Небольшое, ребят подумали Ну что, добру пропадать? И поставили сюда ящик Готово И на замочке Можно закрыть на ключик А здесь у нас вот такая конструкция То есть подсоединение к машине Питание и, собственно, к фаркопу поставить и поехать Есть ящик Здесь для хранения Там у нас какие-то уже... А что это такое? Смотри, даже веревочки сделали Вот Раз, два А еще ручка-крутилка Ну кто не знает Тачка подъезжает Крутим Прицеп поднимается Ставим на фаркоп Крутим обратно Прицеп опускается Цепляем Можно ехать Лампочка Маркиза Выдвигается сюда Костерок Можно сидеть Несколько человек Позвать гостей За столом Есть шашлык Открываем Это электричество с земли Кухня И это самое крутое Большая столешница Пластик Все легко моется Столик Не, подожди, не уходи далеко Так, что с этим делать? Этот отсюда заводится на... Так же, как там Офигенно Даже поработать можно постоять А что еще у нас здесь? Аккумулятор Посмотри, как по электрике классно все сделано Блин, за 300 тысяч рублей Ящички Открываются Смотри За щелочка Раз И стоит плотно Ух ты Пожалуйста Вилочки, ложечки Кстати, мне вот такая штука нужна была Пластик И здесь у нас раковина Тоже обратите внимание На качество изготовления Небольшая полочка вот здесь вот Полотенчики, крючки Запас воды На индикаторах И крыша очень высокая Прямо сейчас на нас идет дождь Да, вот скоро будет Дождик пойдет Встали вот так вот Сеточки повесили Стоим, отдыхаем Есть ручка Ручка Но, так сказать, ростика Нужно быть приличного Чтобы до нее дотянуться А, столик, столик, столик Подожди Прекрасно Открываем И два замочка Раз И два Смотрим, что внутри А, еще забыли сказать У нас на крыше Две солнечных панели Это тоже опция Но опция, кстати, очень полезная И у нас есть Повторимся, маркиза О, слушай, как тепло Хорошо Да, я залезу Греет Отлично Отопитель Теплый воздух И труба То есть, диаметр довольно большой И поток равномерный То есть, не вам в лицо прям дует Ложите-то в лицо Сюда А дует в ножки И внутри Конечно Так Надо его крепить Да, когда приезжать на стояночку Важно, так сказать, его под колеса поставить Что там? Трактор? Ну-ка, что, пускай едет трактор Здесь у нас Вот хочется сразу сказать Что ребята заморочились Значит, открываем Изогнутое большое окно Ну, что такое? Да, пускай ездит Можно было сделать обычное, да? Ну, сбоку одно такое плоское Самое дешевое поставить И все Нет, поставили изогнутое Большое окно Чтобы был большой свет Как-то можно вот так вот сесть И смотреть Давайте сразу Самое интересное покажем Вааа Ну, а что вы хотели? Ребяшки, 300 тысяч рублей Купите за 20 миллионов дом на колесах Вот такое Да, и катайтесь на здоровье У вас там кроватка будет заправлена Это недорого Это для путешествий И это 2 метра длиной Даже, даже больше Смотри Вон у меня сколько расстояния Что еще вижу интересного? Москитная, видимо, сетка Вот это вот, да? Смотри Чехол ведь отдельный Да, москитный доставать не буду Заказчик уже уезжает Открывается так Раз, опускается Здесь внизу крепится Вытяжка есть Лампочки вот здесь Лампочки для чтения Полочка даже Смотри Ну, приятно же И тут у нас USB Заряжай телефончик USB с этой стороны USB с той стороны Так Это детская кроватка Прикиньте С бортиком Ну-ка Обалдеть Детская кроватка Слушай, я сам хочу туда залезть За 300 тысяч, чувак Прикинь Закрываем Здесь, если не нужна детская кроватка Можно сделать шкаф Шкаф для вещей Шкаф для Для какой-то провизии Или просто повесить телевизор Это у нас уровень отопителя Розетка Еще здесь у нас 2 USB И здесь у нас 12 вольт Так, вроде все показали Все показали? А, высота 119 сантиметров Ну вот, сидеть Зачет У меня много вопросов Вот там Егор с Настей Ребята из Челябинска Сейчас мы с ними поговорим Едем к ним на производство Ребяшки, знакомьтесь Егор Егор, привет Анастасия Здрасте Здрасте Давайте сразу пойдем Как так получилось? Вы из Челябинска Мы сейчас в Ростове-на-Дону И у вас тут производство Которое не справляется С количеством заказов Правильно я понимаю? Все правильно Понимаете Это как так? Начинали мы в Челябинске Решили переезжать куда-то Более южнее Ну и решили, что Не бросать то, что мы начали В Челябинске Забрать с собой И попробовать это организовать здесь Ну, вроде как получилось Кто вы по образованию, если теперь? Я инженер Специалист по связям с общественностью О, так вы прям по специальности работаете Практически Зачем и почему вы сделали свой первый автодом? Откуда такая идея возникла? Мечта каждого, наверное Иметь свой автодом Но реалии России таковы, что большой автодом По бюджету не каждый может позволить В хорошем состоянии БУ Ну и под свой автомобиль маленький Сделали маленький прицепчик То есть вы не просто боссы, которые сидят в кабинете Вы сами своими руками тоже что-то делаете? Конечно Мы обратили внимание, что оказывается За ваши 300 тысяч рублей там еще и амортизаторы есть Конечно Да, вот сзади вот там вот Конечно, амортизаторы Обязательная часть подвески любой Я правда не понимаю, как вы делаете так дешево? Это сложно сделать, но была изначальная цель Чтобы проект был бюджетным Реалии таковы, что самые продаваемые автомобили бюджетные Класс B, максимум C Соответственно, эти маленькие автомобили могут транспортировать только маленькие прицепы А сделать маленький прицеп еще нужно было и бюджетным Цель собирать его максимально быстро и просто Для этого используется максимальное станочное производство То есть мы не пилим, не режем вручную То есть все на станках изготовилось, а мы как конструктор собираем А материалы, все, что используется в конструкции, это российское производство? Металл, дерево, это Россия Вся остальная фурнитура, но это Китай, Турция, ну вот что-то такое импортное Сколько вы уже их продали? На данный момент 52 Современные дети, любители тиктока и не только Они как относятся к ночевке вот в этом? Очень восторженно Серьезно? Приезжают даже, когда посмотреть, была история Там ребенок, ну, едут, допустим, семья Заезжают на производство посмотреть Хотят купить, ну, когда доходит дело до сроков, там расстраиваются А дети даже жили не со слезами Мы что, уезжаем и не забираем это? Тяжело ли быть производителем автодомов в России? Да Производителем в России вообще тяжело быть Так, почему? Когда-то я еще работал инженером по найму И там директор всегда говорил Производством в России занимается только сумасшедший Потому что таковы условия рынка Но, тем не менее, вы хотите продолжать? Видите, масштабироваться? Хотите улучшать продукт? Конечно Да? Конечно Будете, точно? Конечно, конечно Потому что мы на вас рассчитываем Продукт классный получился Если вы покажете на вас свой следующий автодом Мы прям с удовольствием о нем уже расскажем Он обязательно будет Планов останавливаться нет точно Договорились Только наращиваем Огромное спасибо И удачи вам Да, и вам удачи Спасибо, Живо Ребяшки, редкую удачу мы встретили реальному владельцу этого автодома Причем автодом куплен для бизнеса Правильно я понимаю? Да, да Здравствуйте Здравствуйте Пожалуйста, расскажите Почему, как, зачем вы это приобрели? Ну, я сначала хотел для себя Так Приобрести Ну, чтобы отдыхать в этом формате А вы хотели для себя Где территориально вот это использовать? В Питере, в Санкт-Петербург Под Питером, Карелием Да, Карелия Там же тысяча озер Там же просто ездить и ездить Вы купили это для бизнеса? Да Как такая идея пришла в голову? Пользоваться спросом Ну, я так подумал То, что надо в этот бизнес заходить С хорошим качеством Так как я заказываю не одну А Вы не один заказали? Да Я заказал пять штук Пять штук вот таких? Так, показывайте А, вот так вот Так я смотрю, у вас тут вот еще два крепежа Таких же есть, получается? Ну, это чтобы можно было Что с одной стороны поставить Что с другой стороны Ну, грубо говоря, можно еще и здесь поставить При большом, да, желании То есть пять человек тут могут соблюдиться А если снизу лягут трое-таки шесть Сюда еще один Классно За сколько будет это сдаваться в аренду? Примерно у вас есть какое-то уже понимание? Ну, это в среднем где-то Если вы устремите, около двух тысяч В день Сутки две тысячи Как думаете, вот далеко на нем Если вот у вас семья спросит Можно ли им доехать, скажем, до Сочи? Да, конечно, да До Сочи Вообще, да хоть куда Неплохо Удачи вам Спасибо Спасибо за деленное время То есть вы сейчас его грузите И в Питер? Нет, я его сейчас на Фаркоп А, своим ходом? Да, своим ходом Еще раз удачи Спасибо Ух, ребятчики, спасибо, что посмотрели Честно говоря, одни эмоции Интересная история Ну и ценник 305 тысяч рублей Естественно, есть разные допы Вроде отопителя Вроде газового баллона Но это все на ваше усмотрение Тот прицеп Дом на колесах На котором, в принципе, уже можно спокойно Отправляться в путешествие Стоит 305 тысяч рублей Можно немножко сэкономить Убрать, допустим, диваны 290 тысяч Если у вас есть какие-то матрасы Дома или свои подушки Но, мне кажется, надо брать как есть Потому что делают качественно Ждем ваши комментарии Все специальные ссылки внизу Гордость Гордость Увидимся Пока